Сегодня в своем традиционном обращении губернатор Александр Беглов рассказал о расширении взаимодействия Петербурга с китайскими партнерами. Кроме сотрудничества в сфере промышленности и туризма, наш город готов делиться опытом работы с обращениями граждан. Недавно в Смольном прошла встреча губернатора и представителя коммунистической партии Китая Фань Сяо Мао. Александр Беглов отметил, что китайских коллег заинтересовала наша система оперативного отклика через интернет и социальные сети, созданная за последние годы на стратегическом направлении открытый город. Отмечу, что за год в администрацию Петербурга поступает около полумиллиона обращений. В основном жители используют электронную приемную на официальном сайте правительства города. Первое чтение законопроекта о бюджете Петербурга на следующие три года состоится во вторник, 31 октября. На нулевых чтениях в этом году бюджет впервые обсуждался в разрезе 18 городских госпрограмм. Вице-губернатор Алексей Корабельников в своих соцсетях отметил, что запланированные доходы на этот период не менее 1 триллиона рублей в год. Около 25% из них пойдут на развитие города, прежде всего на строительство социальных объектов. За 9 месяцев этого года расходы россиян на одежды и обувь выросли на 5%. Это подсчитали аналитики одного из крупнейших банков. Способ обойтись без лишних трат, тем не менее, остался. Так и популярность сохраняют ярмарки белорусских товаров. Какой там ассортимент и цены, расскажет Милена Иконникова. Обувь от 1900 рублей. Из натуральных материалов и высокого качества. Это не мечта. Предложение действительно встречается на ярмарке белорусской обуви. Мужской и женский ассортимент здесь на все сезоны. Несколько сотен пар. И самое главное – удобные. Для людей с проблемными ногами. Высоким подъемом или, скажем, выпирающей косточкой. Данная модель с девятой полнотой хорошо сядет на широкую ногу. За счет шнуровки можно отрегулировать ширину подъема. После этого использовать повседневно только молнию. Подошва из пориуретана на литой основе. Не скользит и не дубеет при самых низких температурах. Женская обувь от 36 до 44 размера. Мужская – от 40 до 49. Модели на любой вкус. С каблучком и на плоской подошве. С разным типом застежек. На шнуровки, липучки и молнии. Я уже приходила за вчера. Купила себе зимние сапоги. Понравились. Классные. Решила отвезти родственницу и сама заодно еще прикупить. Для таких ног, которые нестандартные, будем так говорить, удобные. Мягкая кожа и широкие они. Ну, удобно. Нам нравится. Пришел сразу. Увидел то, что мне надо. Подобрали, помогли. А дел как будто на меня шито. Ходить не надо далеко. Не так дорого по нашим ценникам. Поэтому я думаю, что я возьму. Ярмарка будет работать до 5 ноября с 10 утра до 19 вечера. По двум адресам. Проспект Абуховской обороны 105 в ДК имени Крупской. Вход в левое крыло. И проспект Стачек 72. Дворец культуры и техники имени Газа. Тоже в левом крыле. Вход свободный. Милена Иконникова, Станислав Фоменко, Даниил Федельман, Вадим Вагапов. Телеканал Санкт-Петербург. Петербург стал одним из лидеров среди регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2022 года. Кроме нашего города, в первую тройку рейтинга вошли Москва и Республика Татарстан. Суммарно на эти регионы приходится более 38% общероссийского объема инновационных товаров, работы, услуг. Высокие достижения Петербурга. Эксперты объясняют наличием большого числа научно-исследовательских институтов, квалифицированных кадров, функционированием, высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий. В Петербурге прошло одно из самых значимых мероприятий в сфере технологии и инноваций – конференция «Импульс Т1». Для айтишников это возможность превратить свои идеи в бизнес-проекты и понять тенденции отрасли. А для организатора крупной российской айти-компании холдинга Т1 – еще один шаг на пути к возрождению российской инженерной школы. Анастасия Лакман расскажет подробнее. Борьба с кадровым голодом в сфере высоких технологий продолжается в России вот уже 15 лет. А последний год инженеры с айтишниками и вовсе возглавили топ самых востребованных профессий. Подтверждает эта статистика одной из крупнейших в стране айти-компаний холдинга Т1. Меньше чем за два года его штат увеличился уже на 73%. Каждый месяц на работу принимает по несколько сотен специалистов, в большинстве своем – молодых. Именно поэтому возрождение российской инженерной школы – одна из главных задач конференции и важная часть стратегии компании. Мы имеем реальный практический опыт замещения западных продуктов у очень больших клиентов с высокой нагрузкой. Это и государственные организации, это и лидеры рынка в различных отраслях, такие как финансовая сфера, логистика, телекоммуникация, транспорт. Мы поработаем практически со всеми топ-компаниями, которым так или иначе нужны информационные технологии. В географии присутствия холдинга Т1 более 250 городов – от Калининграда до Южно-Сахалинска. Поэтому и конференция быстро разрослась до масштабов всероссийской. В этом году она впервые проходит в оффлайн-формате в семи городах поочередно. Северная столица стала пятой точкой на карте. И выбрана она была неспроста. Численность петербургской команды за последний год выросла вдвое, и именно ею создавались многие ключевые продукты компании. Кроме того, более 800 сотрудников холдинга Т1 по всей стране – выпускники наших вузов. Прямо сейчас мы нанимаем специалистов уровня Junior и Middle, Middle+, учим их необходимым узконаправленным технологиям, которые нужны в конкретном проекте, так, чтобы люди понимали бизнес-процессы, понимали технологическую специфику, и уже через 3-6 месяцев встраивались в боевом режиме самые сложные инфраструктурные проекты, которые мы делаем. Примечательно, что принять участие в конференции смогли не только сотрудники Т1, но и работники компаний-партнеров, студенты вузов и просто фрилансеры. Участники выступили с докладами о создании метавселенных, искусственного интеллекта, современного ПО, инженерных решений для космической отрасли. А в ходе питчинга идей сотрудники холдинга поделились своими наработками, лучший из которых в будущем пополнит рынок новыми продуктами под брендом Т1. Анастасия Лакман, Юрий Соколовский, Вадим Вагапов, Телеканал Санкт-Петербург. Китайская валюта, юань, возглавила список на информационном табло Московской биржи. Напомню, что Банк России поставил его на первую строчку курсов валют на главной странице своего сайта еще в августе. Завтра юань будет стоить 12,92 рубля, Бразильский реал 18,74 рубля. Коллеги, к этой минуте все. Передаю вам слово. Спасибо. О том, как экономически развивается город, рассказала Ольга Петрова.